Боятся выходить по вечерам. В деревне Черепухина проблемы с уличным освещением. Населенный пункт, где около 30 домов, вечером погружается практически в полную темноту, жалуются люди. Это видео записали местные жители. Так выглядят фонарные столбы и провода в дневное время. Вот он столб, на нем должен быть фонарь. Уже как бы рогательный есть, фонаря самого нет. Столб очень красивый, очень ровный, держится благодаря дому. Около некоторых домов людям пришлось самим фиксировать провода, чтобы они не упали на дорогу. Вот так вот, к пенечку, чтобы хоть где-то чего-то он не замкнул. Очень красивый, довольно счастливый провод, который у нас вот так держится. Жители рассказывают, что во время ветра провода начинают искрить. Люди опасаются за свою безопасность. Потому что провода висят. Если мы не будем эту палку их подтягивать, они сомкнутся и будет замыкание. А вот в такую темноту деревня погружается вечером и ночью. Видеообращение к местной власти жители записывали с фонариками. Нам тяжело даже выйти из дома в ночное время, в вечернее время суток. Пройти нельзя. То есть упасть можно. Канавы, ямы. Сломаешь ногу или что. Проблеме, по словам людей, больше года. Однако почему-то местные власти не торопятся ее решать. Почему жителям устроили темную? Мы обратились в администрацию Головинского сельского поселения, к которому относится деревня. Глава администрации сослался на то, что по официальным данным в деревне зарегистрированы всего два человека. Остальные дачники. И дал понять, что в приоритете населенные пункты с большим количеством жителей и соцобъектами. Кроме того, финансирование планируется в местном бюджете заранее, по заявлениям жителей. Данная деревня была запланирована на 2023 год. Ну, учитывая то, что нам немножко денег дали. Мы три года подряд, так сказать, были первые в области сельское наше поселение по бюджету, по исполнению бюджета, по дисциплине бюджетной. И нам немножко денег дали. У меня руки развязались, конечно, в этом населенном пункте. Да, договорились на три фонаря. Они хотели один фонарь, три. Три фонаря мы им смонтируем. Это конец где-то сентября, может, начало октября. Что касается состояния проводов и фонарных столбов в деревне, то здесь жителям, вероятно, придется обратиться к энергетикам, которые обслуживают их населенный пункт. Мы будем следить за развитием событий.